Дан официальный старт соревнования по мини-футболу, в которых участвует 10 футбольных команд-любителей, как молодые ребята, так и игроки постарше. На официальном открытии турнира гости подчеркнули важность проведения такого рода мероприятий. Примар Муниципе Камрад отметил, что эти соревнования будут ежегодными. Хотим видеть много-много и молодого поколения детей, которые занимаются футболом. Потому что иногда один футболист может намного быть дороже, чем весь бюджет нашей Гагаузи. Дай Бог, чтобы у нас появились и барадонны, и так далее, и так далее. Начальник управления молодежи и спорта Сергей Стоянугла отметил, что такие соревнования дадут возможность участникам вести здоровый образ жизни и продвигать футбол. Самое лучшее, что будет в организации турнира, возьмем за стол и будем его проводить на высоком организационном уровне. Уже вторые выходные 10 команд играют и набирают очки для того, чтобы, обыграв соперников, выйти в лидеры. Как отметили игроки команд, ажиотаж на поле не уступает профессиональным играм, несмотря на то, что играют любители. Конкуренция хорошая, очень достойная со стороны соперников. Все ребята, видно, что увлечены, все хотят победить. Наша команда тоже старается не уступать. Игроки очень сильны, потому что они пришли с разных дивизионов, и команды такие сплотились довольно хорошие. Соперники показали тоже свою игру, немножко жестковато, но ребята собрались. Вначале мы контролировали ситуацию, потом чуть расслабились, но забили два гола, вышли вперед. Белизна последнего с командой соперников из Томая. Игра проходила в очень напряженном темпе, но мы смогли забить под конец первого тайма первый гол и в конце удвоить свое преимущество. Очень интересный адреналин, конечно. Благодаря тоже всем нашей команде. Усилия были хорошие, проиграли. Ребята отметили, что нацелены только на победу, и поэтому играют полную силу. Мы молодежь, и мы можем себе позволить в свободные дни заниматься своим любимым делом, так как это любительский турнир. Мы все любим футбол. Очень рады, что у нас такой турнир организовали. Очень приятно принимать участие. Соревнования завершатся в июле. Победитель получит солидную денежную сумму, кубок, а призеры дипломы и медали. По итогам двух игр между командами на первом месте идет подвольный клуб «Буджак» в активе 6 очков. На втором месте команда «Кангаз» 4 очка. Винеда Канцер, Александр Глеков, ГРТ Новости.